МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Периодически прикасаясь к новинкам мирового автопрома, каждый из которых, как правило, позиционируется как некий радикальный шаг вперёд, я сделал для себя интересный вывод. Речь идёт, как правило, о реформаторстве, максимум о некой бархатной революции. Но порою мир сотрясают путчи, и, как правило, зреют они не внутри ярких экзотических плодов, а в таких вот привычных на вид оболочках. И садясь за руль этого обычного, с виду С5, растиражированного, может быть, десятками тысяч экземпляров, на самом деле я окажусь в 2015-м, нет, даже, может быть, в 2020-м году. Это принципиально иной принцип управления автомобилем, так называемый drive-by-wire. Это отсутствие механических связей между органами управления и узлами автомобиля. Электронный привод газа, электронный привод тормозов, электронный привод рулевого управления. Здесь нет привычной рулевой колонки. Но самое главное, здесь нет педалей, поэтому инструктор, отвечающий за эту уникальную машину, которая будет учить нас на ней ездить, не сможет нажать на дублирующую педаль тормоза. Он будет дёргать клапан стоп-крана. Кстати, тоже электронный. Но прежде чем перейти к практике, немножко к теории. Зачем всё это нужно? А представьте себе, сколько лишнего железа в виде приводов, рычагов, тяг, тросов и валов таскает на себе с самого рождения автомобиль. Сколько бензина сгорает зря, чтобы ввести эти сотни килограммов железа. А представьте себе, как зажаты в своём творчестве технологии и конструкторы, дизайнеры всеми этими механическими приводами, которые накладывают жесточайшие ограничения по компоновке новых моделей и модернизации существующих. Даже такая вещь, как перенос руля слева направо, отдельный производственный процесс. И чем меньше автомобиль становился похожим на пролётку с мотором, чем больше становились объёмы производства, чем сильнее ужесточились требования под технологией, безопасности движения, безопасности самих автомобилей, чем сложнее и комфортабельнее становились органы управления, тем острее становилась проблема. Гидроусилители и электроусилители руля, электронные приводы, педали, газоавтоматические коробки задачу не решили. С появлением современных электронных и, самое главное, практически безотказных технологий, шин, заменяющих километры разноцветных проводов, высокоскоростных компьютеров, позволяющих за тысячные доли секунды анализировать информацию и отдавать команды, появилась возможность решить все проблемы одним махом. К тому же отсутствие педалей и рулевой колонки делают машину куда безопаснее при лобовых столкновениях. Да и если бы не стандартный кузов, как в этом случае, автомобиль можно было бы сделать на 15 сантиметров короче. Правда, экономить на массе пока не сильно получается. Ради пущей безопасности все системы электронного управления дублируются, как на самолёте. Но вот что касается эргономики, безопасности компоновки, выигрыш на лицо. Все органы управления сконцентрированы на руле. По мнению психологов, которые просчитывали многие варианты интерфейса, этот куда меньше отвлекает водителя от дороги, чем привычные органы управления. Итак, клавиши акселератора находятся под большими пальцами обеих рук. Клавиши тормоза или гашетки на тыльной стороне рукояток штурвала. Чтобы в дальней дороге пальцы не уставали, предусмотрен, разумеется, и круиз-контроль. Но, как это происходит и на обычных машинах, при нажатии на тормоз он тут же выключается. Все, абсолютно все органы управления, за исключением седектора автоматической коробки, находятся на руле, вернее, на штурвале. Свет, клаксон, дворники, всё активируется большими пальцами рук, а при этом, что крайне важно, пометая концепцию эргономики и направлении прежде всего на безопасность движения, обе, обе руки по-прежнему остаются на штурвале. Таким образом, теоретически обеспечивается постоянный стопроцентный контроль над автомобилем. Насколько можно контролировать машину при отсутствии прямой механической связи между рулём и колёсами? Это вопрос отдельный. На него мы ответим, когда сами сядем в пилотское кресло, а пока заметим, что автомобиль сохранил стандартную рулевую рейку, стандартные тяги. А это значит, что и радиус поворота у него такой же, как у обычной машины. Только вот, чтобы развернуться, теперь не нужно наматываться на руль. Просто качнуть в сторону штурвал, градусов на 45 максимум. Да, конечно, современные рулевые механизмы с переменным числом оборотов тоже позволяют на парковках и на малой скорости крутить баранку поменьше, но всё равно хоть полтора оборота да и сделаешь. Кстати, с ростом скорости в таких автомобилях руль тяжелее. Чтобы увести машину в сторону, надо не только приложить усилия побольше, но и руль повернуть на больший угол. В машине, где всё по проводам, такого нет. Несись хоть за 100, хоть 100 и на месте, штурвал одинаково пустой и очень лёгкий. Однако, по заверениям создателей, для езды по городу, а именно на это в первую очередь рассчитаны новые технологии, значения большого сейфакта не имеют. Итак, краткий курс обучения позади, но, вы знаете, всё это очень сильно напоминает некую компьютерную игру. Ну что ж, попробуем, как это всё работает в движении. Немножко газу. Правая руля. Левая руля. И только надо попробовать сейчас дозировать тормозное усилие. И вот первое... О! Вот и О! Ели-гели вписались в первый поворот. Нет, этот руль тонкая штучка. И никакой интуиции его не возьмёшь. Постичь суть его работы можно только эмпирическим путём. Только так можно вычислить зависимость угла отклонения электронного штурвала и угла поворота колёс. В этом автомобиле нет не только рулевой колонки и привычной тормозной гидравлической системы. Здесь вообще нет никакой гидравлики и механики. Одни сплошные электромоторы и электронные мозги, соединённые между собой, как в самолётах, дублирующими системами. Поэтому, чтобы приноровиться к повороту автомобиля, к его реакции на этот штурвал, должно пройти определённое время. А что касается тормозов, то здесь пока и вовсе беда. Но не стоит забывать, что речь идёт о концептуальном автомобиле. И это лишь просто разработка. Назовём это точнее. Назовём это эскизом. Нет, конечно, нельзя говорить, что здесь полностью отсутствует привычная гидравлика. Тем более, если речь идёт о Ситроене. Просто активирует ту же тормозную систему не нога, жмущая на педаль, а электронасос, получающий сигнал от той самой гашетки на тыльной стороне штурвала. Поскольку у нас абсолютно все органы управления вынесены на руль, попробуем одновременно, например, включить указатель поворота и побибликать. А заодно включить свет и дворники. Знаете, особого дискомфорта не испытываешь. А вот то, что реакции машины, особенно на поворот руля, несколько задумчивы, сильно настораживает. Этот самоходный компьютер, будь хоть сто раз высокоскоростным, всё равно соображает пока медленнее человека. Интересно было бы попробовать на этой штуке сделать переставку, но будем снисходительны. Ведь никто не пытается уже завтра поставить этот футуризм на конвейер. Впрочем, разумных скоростях до 60 задумчивость руля раздражения не вызывает. Но даже разобравшись немного в реакциях автомобиля, предугадывая все его запоздалые реакции на твои действия, тебя не оставляет ощущение компьютерной игры. Правда, не стоит забывать, что эта игра скоро станет реальностью. И играть в неё в обычной жизни уже, возможно, будут даже не наши внуки, а наши дети. Ну, мы полагаем, что, может быть, 10-15 лет займёт внедрение этой технологии на конвейере. Первая проблема — это, конечно, технология, технологичность Bywire. А вторая проблема — это безопасность, потому что мы хотим сделать так, чтобы эта система работала действительно безотказно. И как в самолёте сейчас нам приходится дублировать абсолютно все системы. И мы хотим избежать категорически, избежать каких-либо возможных сбоев. Кроме того, нам нужно выработать некий единый интерфейс, который был бы оптимален для всех производителей, чтобы человек пересаживался с одной машины в другую и чувствовал себя дискомфортно. Ну и, конечно, мы должны поработать над скоростью, с которой размышляет этот компьютер. Он должен, конечно, думать быстрее, чем здесь. А так, представьте себе, человек выходит из машины, забирает с собой руль и переставляет этот самый руль в другой автомобиль. Технология Bywire на первых парах может применяться в городе, где скорости не так высоки, а с другой стороны, где необходим высокий уровень комфорта. На самом деле, ситроеновцев нельзя назвать исключительно пионерами этих технологий. Да, нам знакомы концепторы General Motors и Bertone. Но наряду с технологией Drive-by-Wire, там есть еще и топливные элементы, электродвигатели и масса футуристических решений, вплоть до дизайна. И поэтому, на наш взгляд, французы подошли ближе всех к тому, чтобы сказку сделать былью. Ведь здесь обычный шестицилиндровый двигатель, обычная автоматическая коробка передач. И все это заключено в стандартный кузов. Нет, ощущение компьютерной игры так и не покинуло. И, видимо, даже на автомобилях серийных не появится той связи между машиной и водителем, которую дарят традиционные автомобили. Впрочем, наверное, становится все больше и больше людей, которым это не так интересно. Ведь, в конце концов, когда я кладу охлаждать бутылку пива в холодильник, не так уж мне интересно, как он устроен. Первая пневматическая шина была запатентована в 1846 году. И с тех пор совершенствование ее конструкции не прекращалось. Но если в той первой покрышке Томпсона было всего две детали, то в современной шине их больше десятка. И если сто лет назад шинная технология обходилась пятью-шестью компонентами, то сегодня их нужно под сотню. И когда в 1891 году братья Мишлен сделали шину съемной, а значит легко заменяемой, очень скоро стало понятно, что другого варианта эволюции колеса просто нет. Однако эволюция развивается по спирали. Я тебя породил, я тебя и убью. Эти гоголевские слова из Тараса Бульбак, клинзе, лучше подходят к нынешней ситуации. То, что вы видите изобретение тех же Мишленовцев, которые в свое время окончательно убедили мир в необходимости отделить шину от обода. Ноу-хау называется T-Wheel. Неологизм, рожденный от двух слов. Тайр, шина и уилл, колесо. То есть колесо-шина в одном флаконе. Основа конструкции хорошо забытая старые эластичные спицы. Нечто похожее как альтернатива первым ненадежным шинам было весьма популярно во второй половине 19 века. Однако современные шинники уверены, эта технология позволит революционным образом изменить качество современного колеса. Срок службы вырастет в разы, тормозной путь будет короче, езда комфортнее и тише. Конечно, все это возможно исключительно благодаря применению современных полимеров, которые были совершенно недоступны еще 20 лет назад. При этом характеристики T-Wheel куда проще адаптировать под каждый конкретный случай. Хоть под бульдозер, хоть под военную технику, хоть под велосипед. Весь вопрос в прочности и эластичности тех самых спиц и сердцевины колеса, напоминающие соты. Кстати, та же живучесть T-Wheel, способность переносить без последствий серьезные деформации, открывает перед этим изобретением еще одну сферу применения – техника для активного отдыха. Правда, тут стоит помнить о том, что если шина колеса все-таки разрушится, тут уже никакой ремонт не поможет, только замена. И еще не ясно, как будут изменяться характеристики колеса при разных температурах. Много вопросов, но шинники готовят на них ответы и предлагают все новые и новые варианты развития T-Wheel. Еще один вариант безвоздушной шины основан на эластичных полимерных кольцах, заменяющих собой и корт, и боковину привычной шины. Но эта конструкция требует отдельного рассказа, так что к теме перспективных шинных технологий мы еще. Вернемся.